Приветствую вас! Хочу вам рассказать чисто про ее историю из жизни валютных барых. Хотите, считайте это биографической или небиографической историей. Но я расскажу ее от первого лица. Абсолютно реальная история. Из жизни валютных барых. Ну, правда, начало 90-х. Ну, все-таки же так. Рассказик. Эх! Черт попутал. Ну, как и не попутать. Смотришь, что творится. Да ты что. Утром покупаешь доллары. После обеда продаешь. Дохода. Мы даже смеха ради пересчитали. Сколько же, ну, прибыльно. Это дело. 120%. Не, не. Не у карбонцев. Долларах. 10% в месяц заработать. В валюте. Кого же это не попутает? Кто же, кажется, такие идеи. Так что, грешно. Грешно, грешно. Блин, у нас такая компания, неплохая, в общем-то, была. Был хороший друг. У нее девушка была. Она, как бы, вот, главное, зазывала. А если потом, ну, Коля сюда подходил, если поменять, что с побольше, поменьше. Если поменьше, она сама меняла. А он, как бы, кассир. А, запорожец был старый. Это, вы вообще, представляете? Здесь кто-то подумал, что здесь, ну, деньги перевозят. Валюту. Но машину нормальную не было. Это там, я даже не помню, кто ему оставил с родственников. Были починены, да. И вот возникла такая идейка. Чтобы больше заработать. Вооборот, больше денег. Ну, понимаете? Это же не так-то просто. Если ты начинаешь 100 долларов, даже при 120% годовых, сильно дружинешься. А если там тебе немножко больше, то уже. И тогда, ну, сделали, да-да. Решу, режу, режу. Ну, знал, знал я, что одному директору очень нужна определенная продукция. Ну, для производства. Настоящая производительная работа. И, ну, покатал немножко по ушам, порассказывал, что вот, да, точно, там, сейчас. Ну, надо предоплату. Ну, предоплату надо. Уболтал. Ну, по честному слову, доверие же должно быть. Причислить человеку деньги. Конечно, купить мы то, что он хотел, было нереально, честно говоря. По этой причине мы обналичили их. Схешевали. Ой, там банкир был такой хороший. Поменяли на доллары. Ну, как, купили доллары, продали, купили. То есть, поменяли на доллары и запустили. И сумма, конечно, была хорошенькая. Хорошенькая сумма. Уже не сто долларов. Уже тысячи, тысячи. Эх, эх. Ой, как классно. Ну, это же 90-е годы. Да, классно. Ну, я надеюсь, что получилось. Пока мы, так скажем, по мелочочке. Ну, и пока там наша Юля с Колей. А когда оборотик пошел, ну, в общем-то, понимаете, тоже другие тоже смотрят. И к нам как бы подкатили ребята такие с золотыми цепями пинжака. Вы чьи будете? Чего вы на этой точке стоите? Ну, мы поняли. Надо вопрос как-то закрывать. Поинтересовались. Сколько стоит, чем и быть. Да, это не то. Крыша что-то денег стоит. И небольших. Надо сказать. Не то, что небольших. Очень больших. Тем более, что они же не читают практически, что не делают. И по большому счету даже нельзя сказать, что случаи фосмажора помогут. А вы же понимаете, что значит, когда у тебя тут, ну, не тысяча. Я понимаю, сейчас тысяча долларов не что. А в то время десятка, скажем, десять тысяч – это деньги большие. А если там немножко больше? Там же, понимаешь, могут и по башке дать это брать. Так что мы задумались. Задумались. Это вот то, что значит девушка. Ах, красавица. В него дворе жил сосед. Ну, я так понимаю, соседский мальчик. Ну, что не мальчик, а мужчина. И она его знала. Он ее знал. Тогда предложила его привлечь. Ну, мы сразу типа, не пожалеете. Ну, действительно, когда мы его видели. Вы понимаете, Шварценеггер, но круче. Круче. Высокий. Такой весь. Знаете, вот, что называется. Смотришь, как-то возле него так. Мы, конечно, думаем, ну ладно, а сколько же ему дать? А Юля говорит, да ничего, мне не надо. Там немножко другое. А там действительно другое. Он инвалид, первый группа. Не, самый настоящий инвалид. Не, не поэтому. Он смотрится шикарно. Но, наверное, природа все-таки что-то дает, что-то забирает. Но он инвалид первой группы как раз по уму. И Юля говорит, да ему ничего не надо, ему компания надо. Ему достаточно будет, чтобы вы его приняли в компанию. Для него достаточно. То есть, вот, человек еще большой, взрослый. Десятилетний ребенок. Ему компания надо. Вот будет компания, ему техни не надо, он техни, он их не понимает. То есть, он их понимает, но как ребенок понимает. И мы его взяли в нашу компанию. Ну, когда в следующий раз пришли эти с цепями, они его увидели. Нет, серьезно. Не поняли, да. Все так. Так что торговариваемо шикарно. Замечательно. Даже уж, типа, ну, такая у нас супер-пупер охрана. И ему нравилось. Ну, копая, если ты, тем более, я так думаю, он и не понял, чем вы занимались. А получилось, действительно классно. Но, знаете как, вечно это не бывает. В каком-то этапе уже не 120% стало. А, деньги мы эти вернули. Чтобы правильно понять. Ну, просто, там, месяца три мы покрутили. Потом, конечно, они обесценились. И мы сказали, ну, не получилось. Нет, деньги. Купонокарбонцы мы перечислили обратно. Нет, по-честному мы, конечно, там, директору стол накрыли и так дальше. Чтоб человек не обижался. Он, наверное, и догадался, в принципе. Что ж не дурак же, в конце концов. Ну, а как? А где можно деньги взять? В банке? Не дали бы. Так что, вот, заработаем. Ну, просто, действительно, на каком-то этапе уже прибыль начала меньше, меньше, меньше. И пришлось заниматься другими. Но были ширины времена. 120% в долларах. 10% за месяц. Вот если, конечно, тогда миллион крадут за месяц, ну, это сумма. А если 10 миллионов за месяц? Нифига. А тогда, вы не поверите. Вы не поверите. Были случаи, некоторые люди продавали, покупали 1 доллар. Да, было 5 долларов, 10. Ну, самый, вообще, самый ходовой, ну, чаще всего, это 10 долларов. 10 долларов. Ну, или там, 20, 2 по 10 тоже. 20 долларов тоже с купюрами не делали. 100 долларов, это уже когда меняли, это относительно редко. Ну, тысяча, нет, тысяча, это уже бип-клиент, это личный, там, вот, спецкурс, так. Эх. Так что, в каждом времена есть свои герои, есть свои злодеи, ну, есть свои приключения. Но это все заканчивается. Никогда вещей не бывает. Тем более, это кишельные идеи. Ух. Ух. Ух.